я очень рада приветствую вас дорогие коллеги мне очень приятно вот сколько у нас человек больше 200 которым интересна тема сегодняшнего вебинар то о чем мы будем с вами говорить я подготовил очень много практического материала то есть теория будет минимум в самый минимум необходимы а дальше мы с вами посмотрим и давайте прежде чем мы включимся разговор вот напишите пожалуйста вот что вы подразумеваете говоря эмоциональный интеллект это все-таки о чем и как вы думаете вот что такое эмоциональный интеллект потому что эта фраза произошла не так давно этот термин произошел и дальше появились еще и другие работы где проявляется еще восемь целых восемь интеллектов вот понимание чувств других хорошо это очень хорошо но есть еще другие моменты коллеги включайтесь более активно умение распознавать свои чужие эмоции очень важно потому что себя если мы на своей шкуре чего-то не почувствовали то мы не можем это почувствовать и других контроль эмоций здорово реакция на различные события действительно умение знать и понимать эмоции способность адекватно воспринимать и выражать эмоции и на этой основе выстроить общение и сотрудничество вот какой интерес понимание собственных умений отличать чувства от эмоций да кстати чувства от эмоций тему кстати они отличаются но эмоции это сиюминутно это то что мы прямо сейчас чувствуем чувство это нечто более глубокое глубинное она большим как бы и временном разве и разрезе и в общем понимании чувства более глубокие они более протяженные эмоции от ума чувства от сердца иногда он влияет на то как мы воспринимаем но да может и так потому что смотрите если мы думаем что что-то сделано по отношению к нам враждебно то мы эмоционируем враждебно если это с любовью сделано да мы воспринимаем это то есть чувство ум сознание тоже имеет огромное влияние на эмоции здорово коллеги мои очень хорошие проявление эмоций в первую минуту до здорово идем дальше еще один вопрос а вот мы в детском садике работаем с детьми дошкольного возраста какие задачи по развитию эмоционального интеллекта можно ставить детям ведь еще например волевые качества у них центры не сформированы какие-то вещи дети развиваются в этом возрасте они еще только-только растут и много чего им не хватает так как вы думаете какие задачи эмоционального интеллекта можно ставить в до так читая способность управлять эмоциями сопереживание рассказать и научить управлять эмоциями да вот это хорошая задача рассказать и сопереживать потому что мы только на своем опыте ребенок на своем опыте понимает мы ничего извне не придумываем вот артисты они настолько эмоции выражает каким образом они собирают коллекции своих собственных эмоций учить распознавать знакомить с разнообразными видами эмоций научить детей проживать свои эмоции здорово распознавать развитие креативного мышления вот добрый вечер у кого-то сегодня и сейчас вечер видите какая большая у нас география коллеги у меня прямо половина дня понимать свои эмоции принимать их уметь их экологично выражать здорово здорово да это называется выражать свои эмоции социально приемлемым способом то есть в разных культурах социально приемлемые может отличаться друг от друга и вот мы здесь говорим управление эмоциями в процессе определенного вида деятельности умение сопереживать здорово ну что ж для чего развивать эмоциональный интеллект у детей во первых чтобы научить выражать эмоции эмоции социально приемлемым способом и использовать эмоции для всестороннего развития известно что для роль эмоции например запоминание информации очень важно а дети после детского сада пойдут в школу как они будут изучать какие-то школьные предметы чем более они эмоционально включены в процесс тем лучше они запоминают и наоборот если нет эмоциональное включение или какое-то отторжение то информация не запоминается даже дети в состоянии стресса могут забыть все что чему они научились то есть эмоции нужны еще для того чтобы вызвать некий интерес потому что если у нас есть интерес то мы этот интерес развиваем и начинаем в нем работать развиваться развитие и в развитии эмоционального интеллекта есть определенные этапы в начале мы просто называем знание об эмоциях и любое знание начинается с чего с имени здравствуй как тебя зовут маша витя а вот эта эмоция радость грусть обида разочарование удивление восхищение да но первое самое первое что есть это название и когда мы говорим название в это название мы вкладываем эмоции радость обида грусть дети очень хорошо считывает подтексты и когда мы говорим хотим помочь им лучше воспринимать то мы начинаем говорить эмоционально с этим подтекстом прямо голосом передавая значение эмоции и благодаря этому ему идти идет понимание их мод эмоции и их значение и можно напомнить помнишь когда вот миша тебе вот дал игрушку как-то обрадовалась вот эта радость а когда открыл коробку и увидел удивление надо же что там такое находится то есть вот это как раз даем понимание эмоции и значение следующее это распознавать у себя эмоции называть а что ты сейчас чувствуешь а как это выражается да и после умение выражать эмоции ребята давайте покажем а как мы воспринимаем эмоции как ты удивляешься вот брови полетели вверх раскрылась а когда мы страшно что мы делаем съезживаемся зайчику страшно что он делает ну вот так съезжился спрятался уменьшился то есть что мы делаем учим с помощью телесных игр чувствовать и на телесно фиксировать в себе различные эмоции получается что это название эмоции оживает в понимании ребенка иногда говорят о это отрицательные эмоции не нужно друзья мои отрицательные эмоции необходимы хотя бы для того чтобы понимать состояние другого человека и умение 3 уже последний этап умение трансформировать деструктивные эмоции в более положительные и уже наша коллега как раз таки подсказала что эмоции идут через ум то есть мы меняем свое мышление и благодаря этому меняется ощущение чувства эмоций которые переживает ребенок чему нужно научить ребенка во первых знать называть рассказывать об этом словесно выражать иногда для того чтобы научиться у начать управлять своим состоянием его просто надо назвать и даже есть такие например в сказках или в каких-то вещах что как только ты называешь там демона дракона или кого-то его именем он становится видимым он перетеряет свою власть если говорить это по отношению к психологии как только мы назвали эмоции что это злость что это обида то мы получаем власть над тем чтобы трансформировать его я тебя знаю да и когда вы называете эмоции и ребенок говорит мне обидно он объяснил обидно когда почему и как и благодаря этому у него меняется состояние почему потому что его начинают понимать другие люди и он сам себя начинает понимать и после этого мы выражаем эмоции что не должен делать воспитатель друзья мои вот это очень важно оценивать чувства например говорить это плохо обижаться хорошо радоваться и так далее почему маленькие дети берут все ваши слова на веру если нельзя обижаться и плохо обижаться они делают вид что не обижаются есть очень много запретных чувств я много лет боялась чего боялась это был казалось это был не мой страх я боялась когда видела детей которые ходили по бордюру или почему-то высоком мне казалось сейчас упадет причем этот страх на таком уровне что у меня все тело съезживала сердце останавливалась вот прямо окаменелое тело я-то думал что я боялась за других а история была такая что в детстве когда меня я переходила через ведь висячий мост над рекой оскол это белгородской области и мост качался мне было страшно я держалась за руку брата и кого-то он был старше на 10 лет он сейчас старше на 10 лет на страх как бы становился управляемым но мне все равно было страшно проходить через этот висячий мост там всего лишь метр ширина и он ты ходишь и он вот так шатается ушатывается ты боишься и я не могла этот вопрос решить почему потому что ну стыдно бояться я же сильная я же не боюсь у меня внутренний был запрет на страх мне нельзя было самой бояться но это же не мешает мне бояться за кого-то другого но представляете каждый раз когда видите ребенка у вас сердце останавливаются не вы не знаете что делать вы можете там подойти к чужой матери на улице да что вы делаете с ребенком и так далее а я каменела и сейчас выключить телефон друзья мои извините я заранее этого не сделал вот что получается оказывается нельзя запрещать поэтому потому что не выраженные эмоции создают фобии внутренние фобии страх высоты или что-то а в тот момент когда человек боится и высказывает эти эмоции что я испугался вот этого то с этим легко можно поработать и десятилетиями нести в себе это пока вдруг я не осознала что да это мой личный страх и когда я преодолела его теперь мне абсолютно все равно я смотрю и и и вижу о привет от висячего моста через осколы кстати у меня тоже был вот в снах почему-то в снах возможно это как раз таки и вот этот запретный страх который в нас остается и он годами мешает человеку делать какие-то вещи вот следующее нельзя запрещать выражать эмоции если первое чувство снять а не выражай не надо злиться почему ты таким тоном разговариваешь и так далее жугать ребенка за то что ему плохо ну что это такое что тебе такого сделать ну и что что больно и из-за этого надо еще и тут плакать устроить не знаю что то иногда взрослые делают это часто это делают родители воспитатели я надеюсь меньшей степени потому что все таки воспитатель это педагоги которые знают психологию но с этим мы сталкиваемся хотя даже очень хороший воспитатель если у них стадии выгорания или такое состояние они тоже могут допускать эмоции тут надо очень хорошо разбираться что не ребенка пытаетесь урезонить а компенсировать свой недостаток энергии вот это как вы относительно вас в общем ребенка не ругаем за чувство а пытаемся понять ему высказать и иногда он сказал закончил и ушел все и и не стоит направлять по потому что иногда говорит о и ребенок смотрит на рисунок недавно как раз работали с мамой что происходит у ребенка в голове своей истории свой мир я хочу распознать именно этот мир а в этом момент вам хоть ой смотри а это на это похоже а мама прямо по одной сказке но ребенка какое-то другое видение ребенок два с половиной три годика моментально перестроился и я не получила чистую картину ребенка поэтому что мы делаем друзья мои не вмешиваемся когда ребенок говорит а наблюдаем нужно чтобы он осознал а не принял на веру наши слова вот о чем а теперь конкретно по материалам вот такие эмодзим предлагает у нас microsoft microsoft есть вы можете что сделать взять их вырезать картинками и сделать карточки и распознавать и рассказать вот представим на эмоции какие я сердит и вот челу такую руки вот такой уходит глаза брови лицо мимика меняется и находим и ребенок может сказать какое у меня сегодня настроение он выбирает вот эту карточку вот такое и можно сказать вот когда сердитесь вы можете взять вот эту открытку картинку здесь например для начала очень много всего не надо что мы можем сделать тревожно разочарован например взять один столбик и с одного один или два столбика потому что тут разные оттенки и ребенок может выбрать даже не умея читать потому что тут все-таки картинки сказать у меня вот сегодня такое настроение да почему он пришел сказал и мы говорим а как это настроение называется а как ты чувствуешь что ты хочешь чувствовать вместо этого настроения он скажет вот это что нужно сделать чтобы получилось это настроение и причем начните самого ребенка что он может сделать чтобы это получилось у него настроение но я хочу например поиграть если у нас свободное время и можем мы можем сказать давай прямо сейчас и иди играй а если чуть позже например группа вся на обеде обедает к нему грустно потому что он быстро поел закончил хочется что-то другое сделать хорошо и мы сейчас закончим пойдем и сделаем тебе будет лучше да уже ощущение что его услышали сделали меняет полностью обстановку то есть я предлагаю вот взять эти эмодзи распечатать и сделать карточки причем каждой эмоции по два три по две-три штучки обычным цветным принтером ничего такого сложного нет но очень хороший такой инструмент для распознавания плюс мы отдельно еще и с ними знакомиться а давайте посмотрим вот у нас такой монстрики почему-то их любят монстриками называть вот монстрики чувства да и они чувствуют такие вот эмоции очень интересная колода карты есть такая метафорически ассоциативная карты кстати все знают что такое маг и если люди которые не знают что такое метафорически ассоциативные карты поставьте минусики не знаю хорошо друзья мои тогда сейчас расскажу метафорические карты это карты с картинками с картинками различными так но например вот у меня есть такая такой набор катомоции здесь котят вот это рубашка и внутри картинки с различными видами да и они о чем-то говорят и ребенок смотрит ой попадаются вот такие вот например такая кошка вот такая очень разные бывают разные колоды в чем задача это не похоже не на гадальные игральные карты просто эти карты дают доступ к подсознанию они сделаны таким образом что выражают определенные эмоции чувства и из памяти человек достает то что созвучно и вот есть настольная игра им а джинариум очень хорошо так есть здесь например с котятками вообще очень много карт есть с котятами вот здесь например семья она кошачья семья видно вот веселые такие позитивные картинки которые ребенок может взять и рассказать и вот есть такая это очень хороший современный инструмент психолога который помогает и диагностировать и высказать свое состояние а потом трансформировать его более положительные он вытаскивает из подсознания информацию дитя и зверь такие карты каждая карта изображает взаимодействие ребенка с животными потом смотрите вот есть основной и есть фоновая как бы тенью видите например здесь ребенок смотрит на муравей а на той же карте наверху муравей уже в руках это разное состояние если в первом это наблюдение может удивление страх или что-то а в другом он уже приручил на руках держит здесь на одной картине если в тени лев и ребенок устрашающие страхи убегает то есть человечек убегает на основном рисунке он со львом дружит и получается что одновременно они друг другу ученик и учитель и помогают распознавать природу не этими картами в любой внутри любой колоды карт есть такие листочки инструкциями где дается несколько вариантов использования вы можете прямо с каждой колоды взять эту инструкции посмотреть но есть нечто общее схожее в любая работа с метафорическими картами начинается с простого что я вижу расскажи пожалуйста что ты видишь а что на этом рисунке иногда ребенок видит совсем не то что мы видим он видит то что интересно я всегда привожу пример рассказываю удивительный который меня просто удивил у меня племянник открыл большую книгу мафына там три годика ему был машина говорю где машина значит там семейство сидят каждый занимается чем-то у мальчика в руках книжка и в книжке маленькая на 3-4 миллиметра машинка понимаете всю эту картину прошла мимо а он заметил машину почему ему интересные машины он мальчик а девочка посмотрит и увидит что-то он взрослый смотрим свою картину видим поэтому здесь мы говорим что ты видишь а что ты чувствуешь а что делает этот мальчик а что делает мира муравьишки а посмотри на траву а трава как к этому относятся то есть фон тоже говорящие мы задаем вопросы и не подсказываем вот самое главное в работе с метафорическими картами не подсказывать а позволите ребенку выразить он найдет что вам рассказать если вы не будете подсказывать вы удивитесь насколько богатое воображение у детей причем на одном рисунке каждый человек каждый ребенок увидит свое плюс в разных настроениях смотря на одну карту мы видим разное сейчас посмотрим следующее почему у меня не меняется презентация все вот например с крокодилом с барашком с дельфином да кстати насчет дельфина очень интересное поэтому мы все знаем слышим историю как дельфин помог человеку выбраться но никто не рассказывает о том как дельфин увел его под воду потому что некому рассказывать они погибли и поэтому не надо считать что дельфины такие безобидные вот интересно такая мысль мы это знаем одну сторону а ведь у истории может быть другая здесь например ребенок спрятался дитё спряталась за барашком среднем рисунке о другом они вместе играют и боятся чему учат как они смотрят большой маленький жираф например да и мы рассматривая эту ситуацию эти картинки даем ребенку сделать что как мы можем с этими картами играть кроме того как рассказать а еще и сыграть ты будешь крокодилом ты будешь мальчиком и как вы будете а какой характер у крокодила и они начинают а потом меняются ролями что при этом чувствуешь а какой крокодил идет познание и вхождение в различные эмоциональное состояние то есть ролевое телесное проигрывание ситуации но мы начинаем самых простых менее опасных например лебедь история с лебедью она менее опасная с барашком кожи но с дельфином пока вот такое они вроде бы соревнуются ребенок как воспринимает можно воспринимать что с дельфином например ребенок соревнуется а другой скажет о дельфина его сейчас утопит в зависимости от того как ребенок прямо сейчас воспринимает свой мир свою жизнь свое мироощущение то есть что у него происходит внутри в семье в общем то есть это выражение актуальных эмоций есть такая трансформационная игра семейка гнонс очень интересная идея о том что когда в семье кому-то плохо всем остальным почему-то становится плохо а если у кому-то хорошо вдруг постепенно у других тоже поднимается то есть вот это понимание очень интересно и здесь есть карты с этими картинками можно играть разные игры то играет означает трансформационная игра то есть период игры за время игры идет внутренняя трансформация за счет чего за счет информационного наполнения например в первой игре дитя и ребенок мы распознавали эмоции положение тела как это тело выражает эти чувствуют эмоции здесь же мы можем посмотреть еще и как они взаимодействуют друг с другом и что в этой игре очень интересно давайте сыграем смотрите например однородные эмоции из одной группы они разукрашены в один цвет их четыре штучки азарт интерес любопытство увлеченность и например желтый радость счастье удовольствие восторг мы например можем сыграть такую игру например вот эти красные расставьте по мере возрастания вот что в начале вот слабое проявление азарт наверное это максимально а с чего начинается с интереса с любопытства или с увлечения вот напишите сейчас в чате вот этот порядочек каким образом этот порядок расставляется да ну давайте подумаем с чего в начале интерес или любопытство три два четыре один три это наверное любопытство имя любопытство интерес увлеченность азарт да любопытство азарт интерес увлеченность смотрите азарт это такой яркая эмоция увлеченность это даже чувство можно сказать потому что увлеченность идет более длительно но азарт более яркое по эмоциональному направлению насыщению вот опять же три два то есть любопытство потом интерес в начале подглядываем что там случилось да вот смотрите как интересно то мы можем и детям подставить а теперь в желтом что у нас в начале радость восторг удовольствие счастье и чем они друг от друга отличается то есть мы можем предложить первую игру просто берем четыре карты с детьми а давайте рассмотрим что бывает и когда дети говорят даже если порядок неверный мы пока не говорим это верно или неверно мы начинаем обсуждать а что такое азарт а когда ты чувствовал азарт понимаешь вот было тогда вот это было чувство азарта а вот это интерес а вот любопытство вот тебе интересно например лего собирать или что-то с чего у тебя начиналось вот удовольствие радость восторг счастье радость удовольствие восторг счастье так радость восторг счастье удовольствие интересно вот смотрите мы все разные взрослые люди грамотное вполне а я например сделала бы радость радостно потом я начинаю понимать получать удовольствие счастье и восторг более высокое а давайте посмотрим теперь расположение по времени например радость и восторг они эмоционально яркие и короткие по времени ощущение счастья она как бы стабильные растекается во времени удовольствие тоже когда у вас удовольствие останавливается время растянуто более по времени смотрите получается что есть эмоции есть чувство все-таки наверное вот удовольствие это больше похоже на чувство чувство счастья а восторг этой эмоции смотрите то есть мы можем и так градуировать и по-разному обсуждать а когда у тебя еще было вот это ощущение счастья и начинают дети рассказывать когда у них было счастье и когда мы начинаем выстраивать вот эту цепочку для того чтобы прийти к счастью нам надо радоваться чему-то иногда восторг вот открыл удивление вызвало восторг из восторга пошло радость что меня любит меня сделали это внутреннее счастье которое приводит удовольствие к удовольствию может разный путь быть но ребенок выстраивает определенную цепочку для себя индивидуальную универсальной цепочки нет но если у него в голове сразу сложился маршрут то он знает что вот для счастья можно это сделать вот таким образом да мы все хотим счастья для чего и как мы все хотим азартно включиться игру что для этого надо может полюбопытствовать что нам интересно вот смотрим сюда сюда а где у нас интерес мы с интересом начинаем делать увлеченно многократное повторение приводит к какому-то результату и мы входим в азарт хотим приумножить этот положительный результат смотрите выстраивается целая стратегия а там есть и грустные и радостные эмоции и тогда уже можно выстроить механизм выхода из одного состояния в другое например неприязнь ненависть враждане удовольствие с чего началось но у меня была неприязнь мне почему-то не нравится получилась вражда ненависть и и потом мне не нравится все это всегда и везде или неприязнь а может быть на по-другому но здесь всегда присутствует вражда а как вражду мы можем поменять может разобраться кто чего хочет когда мы начинаем вражду из не переходить из неприязни в приязнь принятие до ненависть растворяется уменьшается и получается а интересно то есть мы пошли в другой ряд где нам интересно или любопытно любопытно почему он так с нами поступил а почему он с другими как-то по-другому ведет себя а что было с ним и вот эти вопросы меняют состояние когда мы начинаем раскладывать в по времени что было что есть что будет например стыд сожаление раскаяние вина до человеку когда стыдно когда он почувствовал вину почувствовал вину из-за вины ему стало стыдно потом стало сожаление потом раскаяния ведь можно было по-другому но прости меня кстати никогда не заставляете детей просить прощение если они этого не хотят если они сами до этого не доросли почему потому что если он механистически попросил прощение это не его прощение он разозлится он обесценит сам себя свои чувства и эмоции и в дальнейшем еще раз повторит чтобы доказать свою правоту вот такая странная картина и это унизительно когда меня заставляют просить прощение за что если я не считаю себя виновным а если есть сожаление то мы можем даже не просить прощение а попробовать компенсировать смотри ему стало грустно ты хочешь чтобы было грустно или просто жалко потому что когда вот в семейке да в семействе кому-то грустно мне тоже становится становится грустно мы можем что-нибудь сделать чтобы ему было радостно что мы можем сделать может сказать доброе слово может предложить поиграть со своей игрушкой и тут ребенок сам начинает предлагать варианты альтернативного поведения это же здорово это здорово когда ребенок сам приходит к осознанию и меняет свое поведение наша задача привести к осознанию к изменению мыслей следующая колода это она предназначена для развития речи никакой психологической как бы нагрузки нет автора не ставил такой цель но они прекрасно работают вот тут во всех картинках почти пара этих же котят черного и белого котенка можно достать на выбор 56 карт и подумать историю например сидели две кошки ели арбуз им было так хорошо что вот эта белая кошка наполнилась и сердце сердечко радостью любовью и что они сделали сейчас какую картинку мы возьмем и захотели они вместе но например если лето мы возьмем покататься вместе вот на мотоцикле покатались а потом увидели коровы и хотели бы поделиться есть своими чувствами причем черная кошка видите дает цветочек а белый испуганная она боится этот год да не бойся это корова хорошая ничего плохого не сделает давай поиграем с ним и да вот это одна история другая история то что они катаются вместе на санках и прибыли пришли к белому медведю и здесь очень интересно идет что вот коллеги пожалуйста напишите в чате нет картинки если у вас есть картинки просто напишите чтобы маргарита мурзина обновила страницу еще даже ты чтобы я не отвлекалась если она нас не слышит и что мы видим мы а все уже восстановилась да нет скажите пусть обновить страницу страничку и смотрите здесь получается что черная кошка она как мальчик а эта девочка девочка пуглива она осторожничает он смело идет вперед и вот мы рассказываем о гендерных ролях то что сейчас на западе полностью игнорируется но это природа это естественная гормональная структура человека и вот это ролевая ролевое разделение многообразие природы но не так уж изощренно многообразно как пытается нам представить вот тоже эти картинки можно взять и придумать по ним истории можно взять какая картина подойдет нам в этой истории подойдет а вот это не подходит давай из этой игры сделаем другую историю и что при этом они чувствуют что они делают как получается вот такие эмоции они как выражают эти эмоции есть очень интересный набор emotion карт эмоциональные кактусы во-первых колода состоит из трех групп как карт 1 это кактусы вот в желтом горшочке которые есть дальше есть отдельно горшочки совершенно разные и контекст природа то есть солнышко ветер дождик или что-то и ребенок может подбирать из них сделать ансамбль ну например вот удивленный такой кактус до первые он какой он в раздушные выбрали например ребенок выбрал радужную может быть другая коробка удивлен о смотри как летают листики ветер так окружат и солнце а в другом например ой солнышко нету один глазик закрыт до солнышко нет не так светло спокойно и вот ощущение радости солнце то есть ребенок сам подбирает и начинает рассказывать и задаем вопрос а когда вот и так себя чувствуешь а когда вот так вот здесь например разбитый горшочек когда ты это чувствуешь и вот когда по происходят такие ощущения то ребенок начинает рассказывать о себе что происходит как происходит и это конечно же вдохновляя детей и нам дает понимание это инструмент не только психолога но и например воспитатели что вы еще можете сделать вы можете например взять отдельно только кактус и к нему самостоятельно бумаги нарисовать уже погоду представить а какая там природа где она этот кактус находится есть отдельный тест рисуночный когда мы рисуем кактус и просто говорим ребенку нарисую кактус и от того какой он кактус нарисует мы начинаем понимать его степень агрессии умеет ли ребенок защищать свои границы или не умеет или он слишком агрессивен это проектированная методика сейчас сегодня не об этом речь но нарисовать дорисовать контекст в котором находится очень интересно могут они сами выбрать можно сказать а мне вот чего-то здесь не хватает в этой природе я хочу еще вот это нарисовать вот это нарисовать и мы даем уже дорисовать картинку есть некоторые виды проективных тестов там картинок где есть глаза и нет то почему потому что того как рот улыбается в какую сторону открыть закрыть меняется эмоции и дети сами начинают дорисовывать эти эмоции рассказывая о них метафорические карты пушистые истории здесь кошки и собаки и выйти их много они в самых разных настроениях и мы можем рассказать а что при этом они чувствуют а как они чувствуют как как друг другу относятся то есть те же самые вопросы вот смотрите насколько интересны такие своеобразные картинки здесь уже не только кошки но и другие живые существа метафорические карты морена это пожалуй одни из самых первых метафорических карт когда придумали эту методику еще за границей начали делать там была персона морена и что морена это какое-то племя когда попали художник увидел вот эти ситуации и начал об этом рассказывать сделал набор этих карт жизненные ситуации этого народа смотрите что мы можем сделать вот эту игру то что я сейчас предлагаю с картой морена можно играть с любыми сюжетными картами там где есть сюжеты есть эмоции предложите ребенку выбрать 5-7 карт ну для дошкольников поменьше из карты морены проранжировать по линейке эмоционального состояния грустно весело приятно неприятно то есть вот показываем контрасты чувство обиды чувство удовольствия если в семейке гномс там было градуирование внутри 1 1 цветовой гаммы до расширение диапазона то мы здесь находим эмоции антагонисты противоположные предлагаем ребенку определить какая карта в наиболее соответствует ему сегодняшним переживанием и дальше идет работа как именно эта карта отражает переживаемые его чувства что хочет изменить какую сторону переместиться положительную отрицательные здесь ему комфортно или может ему лучше он хочет да нет мне не нравится я вот хочу чтобы не было грустно почему тебе хочется грустно я радостным не хочу удивительно но даже такое может быть потому что я очень люблю например машу а маша грустно смотрите включается сопереживание на может казаться какой-то бессмысленный ребенок ответ это что нарушение у ребенка нет у него сопереживание он хочет переживать эту ситуацию потому что сказочный герой подруга друг родственник знакомый переживает аналогичные чувства и тогда мы можем спросить а что произойдет тогда я буду с ним переживать ему будет не так грустно хорошо а если ты будешь лучше себя чувствовать как ты можешь да можно спуститься и поднять его по градусам эмоции то есть это тоже может быть очень разные ответы могут быть поэтому я опять же повторяю не диктуйте за детей их эмоции они сами сделают портретные колоды их много я принесла самый распространенный например альтер эго это коллекция довлатова персонита это как раз дети и есть карты ирина орды исцеление внутреннего ребенка тут тоже очень много детских детские эмоции и когда будете показывать выбирайте потому что есть грустные эмоции очень и и там много около 100 карт зачем детей напрягать сотни карт иногда достаточно в рамках каких-то схожих чувства выбрать 10 карт и пусть с десятью они поработают по очереди на выбор нравится не нравится да и когда мы ставим такие картины что мы делаем если мы выбираем сохраняете пропорцию 75 процентов то есть три четверти положительные одну четверть грустные тогда это гармоничное наполнение до одну треть и одну четверть грустных но чтобы положительных было значительно больше тогда мы покажем путь из грусти в радость но не надо концентрироваться на этом то есть мы позволяем ему распознать все эти функции эмоциональные патри это мы можем предложить выбрать в открытую для маленьких они сами в открытую вот из этих десяти двенадцати карт выбирая те которые мы им нравится работой со старшими на время там школьники или взрослые люди можно даже закрытую доставать и разложить в соответствии с тем что переживают изображенные персонажи вы можете сопоставить например там сюжетная колода это может быть мари морена или там кошачьи истории какие-то вы берете сопоставляете ой это похоже с этим вот он переживает такие чувства вот он чувствует вот это или несколько героев на одной картине он выбирает детей которые в аналогичной ситуации вот портретные колоды могут переживать то есть мы сопоставляем схожие эмоции или можно предложить рассказы об одном из героев персонажа может других и мы можем эту ситуацию проиграть например там кошки сидели за обедом вот так пренебрежительно свинюшка издали смотрела и ему было грустно вот можно это тоже сделать а как мы можем сделать чтобы свинке тоже не было грустно дальше мы как работаем посмотри мне кажется что вот этот мальчик переживает тоже что и ты расскажи об этом подробнее когда мы ведем диагностическую работу какую-то то можно или хотя мы хотим поменять эмоциональное состояние ребенка и он не может сам найти мы подсказываем вот кажется он может когда это нет нет а вот другое то есть мы включаем его этот вопрос что переживает он а что хочет изменить как хочет изменить это состояние что почувствовать кому можно обратиться за помощью детям необходимо научиться обращаться за помощью и сочиняем сказки то есть мы можем совершенно спокойно выбрать себе героя актуального и можно расположить картами можно дорисовать можно что-то сделать но мы используем и метафорические карты совы не только кошки но и совы умеет выражать эмоции вы смотрите они просто выражают каждый из них занимается чем-либо очень интересная игра мишка в домике вот это такая коробка у меня тоже есть и с детьми играю смотрите здесь 16 карточек 4 чувства в основном это стоит грусть и так далее 4 мы видим для четырех игроков поэтому их по 4 экземпляра чтобы если дети аналогичные эмоции выбирают они ставят на первом этаже на первом этаже это деструктивные эмоции которые переживают ребеночек кошки грустно она не может выйти из дома мишки не кошки а мишки и вот здесь то они начинают следующие карточки это изображение различных ситуаций про второй этаж это произошла какая-то ситуация перед игрой уже когда дети выбрали эмоции вы раскладывать не все 55 карточек а только те которые могут соответствовать этой истории там инструкции все есть дальше карточки на третьем этаже которые изображают поведенческие реакции на ситуацию на смотрите они разного цвета если мы на левую картинку смотрим то на обратной стороне каждая группа имеет там зеленое окошко оранжевые желтые красные то есть от этого меняется и характер чего они предлагают карточки которые изображают различные возможности получения помощи в трудной ситуации каким образом можно получить вот эту помощь обратиться кому-то что-то сделать и 18 карточек с изображением возможных способов получения жизненных ресурсов на там на рубашке уже фонарики и их уже можно плоды вот эти которые на деревьях есть это и есть ресурсы дополнительные ресурсы которые мы можем сделать и одна карта победителя но это не дети если играют скажем группе несколько человек то они по очереди делает ходы если каждый находит свое слово объясняет рассказ то он получает на шагово ближе за как бы очки но кто первые как бы создание азарта до конкурс на ситуации кто первый сможет освободить мишутку и сделать то есть мы выстраиваем маршрут что чувствует какая ситуация привела к этому состоянию какую поведенческую реакцию можно поменять у кого получить помощь какие ресурсы нужны для реализации и мы выходим к этому то есть выстраивается целый маршрут выхода из этой ситуации по окончании обязательно надо проговорить какой ты путь нашел а ты какой пусть нашел тебе нравится этот путь и каждый рассказывает свой маршрут и они могут поменять в этом промежутке различные варианты этого маршрута ну что ж дорогие коллеги на этом я завершаю благодарю вас за внимание вы видите qr-код это моя группа вконтакте моя страничка вконтакте или вот ссылочка если у вас будут вопросы то можете обратиться ко мне подписаться в друзья и можете даже написать мне личные сообщения эти колоды которые вам представила в электронном варианте у меня существуют напишитесь мне постучитесь вконтакте и я смогу при желании вам передать остались ли у вас вопросы дорогие мои но все-таки лучше вот электронный вариант он хорош для ознакомления не распечатывания потому что все-таки лучше готовы купить эти игры недорогие и вполне доступны есть еще очень много вариантов вот так ну что ж благодарю вас уважаемые коллеги так вопросов нет благодарю кстати а вы используете какие-то игры у себя в работе и какие игры может вы тоже поделитесь своим опытом колоды карт игры я вот мак я и все-все-все кстати а и маги нариум я и все-все очень красивые и они самые дешевые если сказать роботы диксит отлично да из сундука прошлого линейка чувств линейка чувств прекрасно работает да вот с этого и начинается то есть мы дом души моей вот именно с детьми очень хорошо в монстрике чувств тоже великолепно до их как раз таки нет вы не найдете в магазинах их надо распечатать а все остальные намного легче обиды и прощения вот ну что ж коллеги благодарю вас удачи вам всех до запись будет а как получить сертификаты вам сейчас расскажет татьяна телегина я прощаюсь с вами до свидания до новых встреч стучитесь ко мне в вк и задавайте вопросы если у вас будут